Nokia Lumia 135. Сегодня у меня замена дисплейного модуля. Вот так вот она выглядит. Проглядываются следы воды. Помимо того, что он разбитый, он еще и мокрый. Дисплейный модуль с пластиковой рамкой. Тачскрин, дисплей. Защитно-металлический экран. Забыл уточнить целого. Поставлю в описании. Если кому интересно, будет очень много у нас их. Именно этих моделей. RM974. Очередная бюджетка. В основном приносит на ремонт. Летят SIM-ридеры вот эти вот. Ну и дисплейный модуля. Так, вроде больше с другими проблемами не носят. Софт достаточно надежный. Так, все открутили. Внимаем рамку. А вот еще винтики. Два винта вот здесь вот. Другого размера, чуть поменьше, чем те, которые мы скрутили. Так. Так, вот здесь у нас находится разъем дисплейного модуля. Отстегиваем его. Так, вот здесь держит, по-моему. Здесь у нас еще винты. Зарамка вместе с системной платой. Дисплейный модуль. Такая достаточно простая замена. Смотрим, что у нас здесь. Динамик. По-моему, больше ничего нет. Аккуратно снимаем динамик. Переставляем на новый дисплейный модуль. Так, все прокладки на месте. Отстегиваем дисплейный модуль. Давайте посмотрим, где он там включается в середине. Виброзвонок, логотип, думаю все в порядке, поменял их достаточно много в свое время, не помню, что какие-то проблемы с ними возникали. Так, смотрим, что у нас с винтами, эти два у нас торцевые и все остальные вроде бы одинаковые. Как видите, все в порядке, любой сможет заменить. Не обязательно нести в сервис. Все работает. Пластик. Пластик. Эта хрень. Бренд, который продает дисплейный модульоном. Пусть будет клиент, я думаю, сам сможет это сделать. Не дай бог еще подцарапаем стекло. Всем спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите простые и сложные видео. Оставляйте комментарии. Всем удачи. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.